Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своём канале. В сегодняшнем видео я с вами поговорю о том, чего ваши зрители вам не простят. Да, да вы и сами, как зрители, я думаю, не всем простите то, о чём я сейчас расскажу. Итак, ваши зрители могут простить вам практически всё. То, что вы ходите там не накрашенное, или то, что вы там запинаетесь, или, допустим, то, что у вас там на картинке не такой красивый пейзаж, или картинка чуть темнее, чем надо. Но чего не простят вам зрители ваши, это плохого звука. Да, друзья, вся правда блогерства основана на фундаментальной вещи. Да, то, что зрители не прощают плохого звука. Если у вас тихий, невнятный звук на камере, если у вас какие-то непонятные посторонние звуки, кто-то тарабанит тарелкой, падает какая-то посуда, кто-то там ругается шуметь сзади вас. Особенно, если вы снимаете какое-то очень интересное, умное видео, или рассказываете свою экспертную историю, показываете себя как эксперт, то здесь, ребята, вам не простят плохой звук. Если вы хотите снимать качественный звук, нужно найти как минимум тихое место, где вас не будут отвлекать чужие посторонние звуки, и также не будут эти звуки вмешиваться в ваш кадр. Самое интересное, что именно по звукам, когда, казалось бы, да, там где-то собака залаяла, а камера-то ловит вообще, и при том конкретно. Если вы снимаете на улице, и хотите что-то рассказать своим зрителям, обязательно пользуйтесь гарнитурой, так, если это на телефоне, или микрофоном, петличкой, это всё, в принципе, стоит не так дорого, там есть дешёвые, дефовские. Я напишу под этим видео в комментарии, какие я микрофоны знаю недорогие. Петличку цепляете, стоит там 150 гривен, это сколько долларов? 10 долларов, ну, приблизительно, даже меньше 10 долларов. Вот. И всё, ваш звук спасён. Вот такая небольшая инвестиция в ваше блогерское дело поможет вам на уровень стать выше ваших конкурентов. Задумайтесь об этом, и для вас такой огромный-огромный такой плюс будет того, что вы даёте своим зрителям качественный звук. Да, картинка тоже важна, но всё-таки, если вы обратите внимание на комментарии, когда, допустим, ребята снимают что-то, не с качественным звуком, то сразу-сразу выскакивают тех, кто пишет, да, сколько можно, да, почему так плохо, да, почему не сделали. А когда звук хороший, начинают придалбываться к другому. Да, это правда-правда блогерство. Хейтеры, хейтеры. Ну, в общем, так вот, друзья. Всё, я на полном серьёзе. Подумайте, посмотрите, какой у вас звук, послушайте себя, нравится ли вам ваш звук на вашей камере. Если вам не нравится, значит, это говорит о том, что не нравится многим. Поэтому снимайте свои видео, обеспечивайте их качественным звуком. Потому что, извините, но это надо быть, наверное, Дэвидом Бэкхэмом, чтобы снимать всё подряд, о быках и всё, и будут всё равно смотреть, будет тоже интересно. Подождёшь, Дэвид Бэкхэм, понимаете? Или ещё кем-то там из звёзд. И когда вы только начинаете, когда вы только ведёте свой блог, или просто рассказываете свою историю, свою экспертную, свою часть, блин, ну, я вам говорю, без качественного звука вас никто не будет смотреть. Поняли? Намотали на ус, применяйте. На этом всё. В этом... На этом всё. Хорошего вам дня, прекрасного настроения, до новых встреч. Пока-пока!